22 информатора получили премии за наводку о местах продажи суррогата. Об итогах акций суррогат сообщил председатель Госкомторга региона Алексей Гусев на круглом столе, организованном РБК УФА. На встрече представители власти и бизнеса обсудили итоги сухого закона в регионе в период новогодних каникул. Стало известно, что представителей 133 торговых точек привлекли к административной ответственности. Штраф для должностных лиц составил от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией самого алкоголя. Большее количество поступило, конечно, у нас на портал «Безопасная среда», который действует в рамках именно нашего комитета. Всего за новогодний праздник поступило порядка 1060 обращений, из которых больше 800 мы отправили в МВД. Это сфера их компетенции, потому что речь касалась как раз незаконной продажи именно алкоголя. И остальные нарушения по компетенции госкомитета мы оставили за собой. Да, конечно, частично из них не подтвердились, но все остальные нарушения мы, конечно же, будем доводить до административных решений. Но стоит отметить, что в республике всплеск продажи алкоголя зафиксирован. Перед новогодними праздниками отметили в Башкирской торговой ассоциации. Рост составил порядка 15%. Однако с 1 по 8 января объем продаж крепких напитков снизился почти на 30%. Башкортостан сегодня находится на седьмом месте в стране по продаже таких напитков. Продажа алкогольных продукций не очень актуальна, не очень популярна тема. Но тем не менее, бизнес есть бизнесом. Если идет здоровье о нации, о воспитании молодого поколения, да, мы здесь, конечно, должны идти навстречу. Сегодня ограничения по продаже алкоголя в Башкортостане действуют 1 сентября в День молодежи на последний звонок во время летних сабантуев и в период новогодних праздников.